Я прочту выдержку о духовном хождении. Я не очень люблю этот стих, но он важен для жизни. В Иакова 1.2 сказано, «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Да, это слова из Библии, которую надо принимать как истину, но нам не нравится этот стих. «С великою радостью принимайте искушения». Я с радостью принимаю, когда Бог дает победу. Верно? Я с великою радостью принимаю не счета, а подарки. Я с радостью принимаю аплодисменты, а не критику. «Господь приглашает меня делать то, чего я не понимаю». Итак, следование за Христом изменяет ваши ориентиры. Ваши наряды, напитки, макияж не изменяют его. А ваше отношение и реакция ваше на обстоятельства. «С великою радостью принимаете, когда впадаете в искушения, зная». Дорогая церковь, откровенно говоря, мне нравится, что там стоит слово «зная». Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Дорогая церковь, пожалуйста, запомните эту мысль. «Невозможно достичь зрелости в вере без терпения». А я-то думал, зрелость вере приходит от чтения Библии. Я думал. Она приходит от прослушивания проповедей. «Я считал, что вера растет, когда приходят благословения». Мне что, терпеть надо, да? Терпеть, чтобы продвигаться в вере, да? Вы правы. Послушайте, возлюбленные братья и сестры, исполнение Божьей воли и рост в нем требуют терпения и настойчивости. Есть лишь один путь развиваться в стойкости. Трудно кому-то поручить расти в терпении вместо тебя. Существует один единственный путь — это согласиться и терпеть. Если у вас период, когда вам нужно терпеть, то знайте, Бог не покинул вас. Всевышний пригласил вас развиваться. Он укрепит вас. Господь Бог готовит вас к восхождению на новые высоты. «Но я желаю остаться незрелым». «Я тоже». Это выражение любви. Хороший родитель любит ребенка, помогает ему повзрослеть, помогает стать взрослым. Начиная с Азов. Новичка во Христе питают словом истины. Когда вы поступаете неправильно, вас обличают. Когда вы 20 лет вере, и еще живете по плоти, а вас уже не исправляют. «Жаль, но вы упустили время, когда надо было расти ментально и развиваться духовно». Это вторая глава о римлянам. Бог воздаст каждому по делам его. Тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, а жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и передаются неправде. Ярость и гнев. Стих ясно дает понять, «Бог — это судья всей земли. Он воздаст всем по заслугам». Здесь есть две категории. Все ясно. Опере. Тем, кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, а жизнь вечная. Вторая категория. Тех, которые упорствуют и не покоряются истине, постигнет ярость и гнев. Бог — судья земли. Есть два варианта выбора. Первый — это вечная жизнь. Дверь открыта, если мы избираем постоянство в добром деле. Есть другой путь — быть эгоистом, думать только о себе. Тогда нас ждет Божий суд. Ярость и гнев. Есть одно страшное словечко. Стойкость. Будь стойким. Я думал, хватит и молитвы покаяния. Я услышал призыв к алтарю. Ответил. Когда евангелист попросил меня выйти во время стадионного собрания, перестаньте говорить о религии. Моя жизнь — мои правила. Да, это истина. Мы рождаемся в Божье Царство, принимаем решение сделать это. Но возрастание в Господе Боге «Жизнь, поверье и развитие в Господе» требует терпения и стойкости. Евреям 6. «Обведите слова, ибо не неправеден Бог». Господь праведен. Это в Библии. Однажды я обнаружил, что борюсь с мыслью о несправедливости Бога. Она пробивалась в мой ум, но всегда отскакивала. Бог поступил с тобой несправедливо. Если вы увязли в это трясение, то загляните в Писание. Господь справедлив. Грех чужд ему. Он не забыл ваше дело и труд любви, что оказали вы во имя Его служа святым. Желаем, чтобы все вы для совершенной уверенности в надежде оказывали такую ревность до конца. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Как наследовать Его обещания и какую роль они играют в нашей жизни? В этом вопросе есть два критерия. Требуется уже известная вам вера, но и терпение, конечно. Я рад, что вы терпите, но надо продолжать. Если вы испытываемы, то я рад, что Бог благословляет вас. Теперь вы научитесь. Я не хочу терпеть. Да и сякнет поток транспорта. Столько пришлых понаехало, пусть они валят отсюда. И вам всех благ. Какой же я терпеливый. Вера и терпение. Если собрать стихи о терпении, то их очень много в контексте Священного Писания. Друзья, Пожалуйста, услышьте меня. Такие качества, как стойкость, терпение, выносливость и упорство, просто необходимы для возрастания в нашем Господе. Кто знал это? Я думал, вера — это волшебный стих. Ты говоришь «его», и благо приходит еще до того, как ты успел сказать «Аминь». Иногда так бывает. Но подчас премудрый Бог отвечает нам не сейчас. Это самый веский аргумент Господа. Но не то, чтобы я не верил в Его благость, милость, верность и в Его могущество. Я думал, у Него отпуск, значит, Он вернется. Я понял, чтобы следовать за Христом, я должен проявлять стойкость и решительность, и терпение, но порой мне не понравилось все это. На пути мы видим препятствия. Поверьте, дорогие. Я не пытаюсь убедить вас в том, что проходить испытания — дело легкое. В подобные сезоны возникают препятствия, и я не буду перечислять их все. Но мы с вами поговорим о паре испытаний из моей практики и жизни моего окружения. Поговорим об унынии. Если вы ожидаете исполнения обещания Бога, то одно из искушений, в котором вы оказываетесь, это борьба с унынием. Возлюбленная церковь. Обратите внимание, для того, чтобы избавиться от разочарования, мы отчаянно нуждаемся в мужестве. Если вы ведете битву с унынием, то не дайте врагу лишить вас мужества, встречая на пути превратности жизни. Ответственность и участки, за которые нужно бороться, и не отдать дьяволу — задание, которое вы обязаны исполнить. «Брат, вы разочарованы и хотите отдать все это другому». Иисус новин. У завоевателя Иисуса новина было одно из самых сложных служений. Бог призвал его после Моисея. Моисей был успешен. Пророк разделил Красное море. Если это не впечатляет, то попробуй разделить хотя бы ручеек. Моисей проводил время в общении с Богом, и его лицо сияло. Если у вас было это, то когда ваше лицо засияет славой Божией, позвоните мне, я приеду. И мне Бог не обещал это. Моисею не удалось ввести евреев в обещанную землю. Бог поставил новина, сказав, сделай то, что не сделал Моисей. Трудная задача. Итак, давайте прочитаем его задание. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись. И не ужасайся, ибо везде с тобой Бог куда не пойдешь». Я такого не ожидал. Бог сказал, «Я повелеваю тебе». Он не предлагал, не намекал, не подсказывал, а повелевал. Бог приказал. Он не повелел Иисусу молиться каждый день, читать Библию или есть лишь кошерную пищу. Бог не заповедовал соблюдать праздники или творить добро. Господь сказал Иисус, «Разве я не повелел тебе быть твердым и мужественным?» Можно уйти в рай, не зная систематической теологии, но без силы и мужества туда не попасть. «Я повелел тебе быть твердым и мужественным. Не страшись и не ужасайся». Новин сразился с этими врагами с ужасом, унынием. и спросил, «Господи, что же мне делать? Если Моисею не удалось, как удастся это мне?» Иисус считал себя непригодным, неподготовленным и неподходящим кандидатам для такого задания. Но Бог давал вождю на вину победу за победой на протяжении всего пути. А залогом его успеха стало чудесное повеление владыки Господа. Иисус, не унывай. Иисус, не ужасайся. Иисус, будь твердым и мужественным. Бог говорит об этом, потому что уныние — это проблема. А вы боретесь с унынием, но вы не являетесь неудачником. Эта проблема была уновима. Если вы боретесь со страхом, то знайте, и до вас с ним боролись. Архангел Гаврил сказал Деве Марии, «Не бойся». Он сказал Иосифу, «Не бойся». Господь Бог, давая важные поручения людям, вселял в них бодрость. Не бойся. Когда мы следуем за Богом, нам нужно преодолеть себя и посмотреть проблемы в лицо. Это страх и уныние. А еще ужас. Следование за Христом не устраняет препон с пути. Оно дает смелость встретиться с ними. Если вы унываете, это не означает, что Бог отдалился, и что вы неудачник. Вы не упустили Божью волю. Господь заботится о вас. Есть еще одно препятствие. Оно такое же сильное, как и описанное. Это утомление. Усталость. Однажды легендарный тренер клуба «Гринбэй Пэккерс» Винс Ломбарди сказал так. «Усталость из любого человека сделает трусом». «Это так». «Вы устали». «Вы устали, творя добрые дела». «Так откройте послание Галатам 6-7». «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Если здесь сказано не обманываться, то в чем обман? Бог бывает поругаем, и Ему доверять нельзя. Не верьте этому. Доверяйте Богу. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тленье. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. А теперь давайте примем эту органическую модель, дабы научиться доверять и принимать от Господа Бога. Павел говорит о посадке и жатве. Наша цель — академическая модель. Например, однажды наступит экзамен. Незадачливый студент попускает лекции и готовится в ночь перед экзаменом, впихивая в память тонны знаний, которые он быстро забудет еще до полудня. Как будто вы получите хорошую оценку и закончите вуз. Многие так делали. Здесь другая модель. Не академическая, а органическая. Тут речь идет о сезонах. Сезоны подготовки. Сезоны посадки. Сезоны ожидания. Сезоны жатвы. Эти аналогии помогают следовать за Богом и получать благо. Есть сезоны, когда мы готовимся. Сеем, ожидаем, и потом наступает сбор урожая. Однажды моя семья переехала в Южную Флориду. Это был город. А мы были из глубинки. Я вспоминаю, как моя мама и ее соседушка посадили овощи на заднем дворе. А дворы были не больше почтовой марки. Это были овощи. Итак, наши соседи оказались неопытными горожанами. Их симпатичные ребятишки выкапывали семена овощей для того, чтобы проверить, как они растут. Но это уменьшит ваш урожай. Понимаете? Прочитаем девятый стих. «Не будем поддаваться усталости, делая добро». «И если не сдадимся, то в должный срок мы пожнем урожай». «Давайте не будем поддаваться усталости, делая добро». Здесь присутствуют условия. «Если мы поддадимся усталости, и если сдадимся, то не пожнем урожая». Церковь, нам пора идти дальше. Давайте же посмотрим, как устранить эти препятствия. Для этого необходимо иметь несколько качеств. Дамы и господа, познакомьтесь с одним принципом. Необходимо намеренно и целеустремленно развивать желание терпеть неудобства. Я напомню, что контекст нашей темы — это духовная жизнь. Пожалуйста, приготовьтесь терпеть неудобства. 12 глава евреям. Евреям 12.11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Наказание или дисциплина приносят мир и праведность в наши души». Спору нет? «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью». Итак, наказание или же дисциплина имеет отношение к воспитательному процессу. Если Господь наказал вас, нужно остыть. Давайте вспомним, как родители шлепали нас. Это по Библии. Существует еще определение слова «дисциплина». Итак, уважаемые друзья, дисциплина связана с самоконтролем. Это умение говорить «нет». Умение быть терпеливым. Ведь сейчас наказание не кажется радостью. Господа, обратите внимание на важную закономерность. Бог проводит нас через неприятные ситуации. И через это мы получаем праведность и мир. Ободрение — это еще один дар, помогающий нам совершать забег веры. И это обязательное условие. Без ободрения мы как без воздуха. Ободрение вселяет в нас смелость. Итак, ободрение делает нас отважными, и тогда мы смело смотрим в лицо испытания. Берем на себя ответственность и выполняем то, что требуется от нас. Павел сказал «ободряйте и созидайте друг друга». Надо ли ободрять ближних два раза в год? Описано «ободряйте каждый день». Понуждаемся в этом. Воодушевляет не из-за слабости. Это нормально. Братья, практикуйте ободрение, достигайте новых высот в этом. Хватит судить, лучше ободряйте. Хватит критиковать, лучше ободряйте. Хватит замечать немощи и слабости, лучше ободряйте. Не нужно иметь дар развлечения, чтобы видеть слабости и немощи ближних. Ободрению нужно учиться. Это не происходит само собой. Мне было не просто усвоить этот урок. Много лет назад Ален Джексон был единственным, кто отвечал за небольшое служение домашних групп в своей церкви. Во время проводимых мною занятий, посвященных малым группам, я посвятил полчаса теме ободрения. Я поделился сегодняшними стихами. Обсудив важность ободрения, мы поставили цели в домашних группах. Мы будем призывать наших прихожан посещать малые группы. Итак, я сидел и говорил с братом, которого я учил лидерскому искусству. Это был успешный бизнесмен, светлая голова и мастер слова. Я присоединился к нему и к домашней группе из шести-семи человек. Поразительно одарованный лидер начал служение словами. «Я хочу ободрить вас. Это важно, ведь здесь мы собрались изучать Библию». Братья и сестры, все вы знаете, как важно ободрение. Примечательно то, что на протяжении 40-минутного изучения он 20 раз произнес. «Я хочу ободрить всех вас». К концу спича мне стало грустно. Брат был ни при чем. Это я виноват. Это я упустил нечто важное. Ободрение — это не только слова. Раздаточный материал и овации. Также ободрение — это когда ты находишься рядом с братом или сестрой. И вдохновляешь принять волю Господа Бога. И подчас ободрение, воодушевление, поддержка не связаны со словами. Это отношение. Это душевный отклик, которым ты служишь тому, кому сейчас очень непросто. Это помогает им не свернуть с пути Творца. Ребята, уныние убеждает нас опустить руки. Ободрение помогает нам сохранить веру. Мы нуждаемся в ободрении. Я буду ободрять вас, а не молиться о том, чтобы ободрители появились у меня любимого. Станьте вдохновителем. Я хочу поделиться своими соображениями. Вы понимаете, я не собираюсь тратить свое свободное время, которого у меня очень и очень немного, на людей, которые разрушат мою уверенность в Иисусе. Я бы выбрал провести мои часы с людьми, которые вдохновляют следовать за Господом. Это важно. Я научился еще более важному. Церковь. В самые непростые сезоны мы сталкиваемся с испытанием. Не нужно искать вдохновителя, а нужно понять, где найти ободрение. В Библии. В поклонении. Святой песней, если хотите. Если никто не веселит вас, то это не означает, что вы жертва. Обратите внимание, самые большие победы в Библии происходили, когда герои Писания ободряли самого себя надеждой на Господа. Церковь. Одна из хороших возможностей, предоставляемых нашей общиной, это наша утренняя молитва. Не пытайтесь побеждать сами. Как классно, когда ты сидишь среди людей, которые взывают Господу Богу. Ведь ты получаешь очень сильное ободрение. Ободрение очень важно. Поймите, братья. Без ободрения мы как без воды, без еды, без воздуха. Совершая забег веры, ободряйтесь в Боге. Есть еще одна составляющая. Это фактор подготовки. Друзья, пожалуйста, сравните. Сопоставьте тренировку. Подготовку с попыткой. Вы знаете, братья, в 9 главе послания Коринфянам есть один весьма примечательный стих. Все атлеты упорно тренируются. Говоря о духовной жизни, апостол Павел использует образ атлета. Суть тренировки такова. От атлета требуется вести себя определенным образом для того, чтобы достичь цели в будущем. Цели, которую он не может достичь сейчас. Не может, как бы он ни старался. Я не ставлю под вопрос вашу искренность и не спрашиваю, есть ли у вас желание, хотите ли вы идти за Богом. Дорогие, я существую то, что мы не можем совершить, как бы мы ни старались и искренне ни пытались. Изо всех наших сил, суть в том, что мы не готовы. Если бы мне предстояло перенести операцию, то я бы не хотел оказаться в руках теоретика. Нужен опытный практик. Если бы он появился откуда-то с бухты-барахты, то я не хочу такой операции. Что ж, тут и думать не надо. Пусть меня прооперирует практик. Профессионал с многолетним стажем, специалист по сложным случаям, у которого есть достойные ученики. А иначе до свидания, милый хирург. Так вот, любимая церковь. Вы видите разницу? Многие попытались попросить помощи у Бога. Предпринимали попытки молиться. Представляешь, я молился целых четыре дня. Подготовка отличается в корне. Подготовка — это ответ на запросы жизни и ваш ценный вклад в нее. Обдумайте, как вы реагируете на обстоятельства. Это перенастроит вас и переоснастит вас. Итак, подготовка — это залог успеха. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость. За то, что вы остаетесь с нами и возносите имя Иисуса в нашей стране и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу. Возможно, вы хотите сделать пожертвование для нашего служения. Вместе мы меняем мир для Царства Божьего, и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде гранта. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле, и Он призывает нас нести перемены. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Нивы уже побелели. Вместе мы изменим этот мир. В знак нашей благодарности мы вышли вам новое издание Библии в красивом, черно-сером, кожаном переплете с удобным шрифтом. Также мы вышли вам план чтения Библии от пастора Алана Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоен благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость. За то, что вы остаетесь с нами и возносите имя Иисуса в нашей стране и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу. Возможно, вы хотите сделать пожертвование для нашего служения. Вместе мы меняем мир для Царства Божьего, и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде гранта. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле, и Он призывает нас нести перемены. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Нивы уже побелели. Хочу помолиться с вами, прежде чем мы закончим. Отец, благодарю тебя за каждого партнера, за каждого, кто поддерживает нас, за их щедрые дары. Молюсь, чтобы ты ответил не только на их молитвы, но и на их веру, чтобы имя Иисуса возносилось, а твое Царство распространялось. Во имя Иисуса. Аминь. Вместе мы изменим этот мир. В знак нашей благодарности мы вышли вам новое издание Библии в красивом, черно-сером, кожаном переплете с удобным шрифтом. Также мы вышли вам план чтения Библии от пастора Алана Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоено, благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона.